Печенский район Печенский район Печенский район Печенский район Это вторая локация, которая как раз идет в рамках программы социально-экономического развития Печенского муниципального округа, который поддержал губернатор Мурманской области, утвердили депутаты Печенского районного совета и финансовую поддержку оказывают на Лизский Никель. Чем уникальна территория? Вот данная, здесь высажен кедр был еще в 50-х годах, потом были его посадки, так скажем, высадки, которые провелись в 50-х годах, и кедр, ну, здесь вот с точки зрения реального распространения, он не растет. Сибирские кедры в Никельском лесничестве гости, интродуценты. Первые деревца посадили сотрудники лесничества в 1952 году в качестве эксперимента, и он удался благодаря заботе местных школьников и неравнодушных людей. Сейчас в роще почти 500 деревьев, необычных для наших широт. Чем они так удивительны, гостям на первой экскурсии поведала директор заповедника Пасвик Наталья Поликарпова. Этот явно, конечно, моложе, этому порядка, наверное, лет, может быть, 50-ти. Вот, здесь в наших условиях при такой толщине ствола даже сосна примерно 40 лет, то есть, ну, вот, поэтому, конечно, это уже такие экстремальные климатические условия высоких широт. От местных сосен и елей кедр отличается сильно. Ствол у кедра гладкий. У сосны из одной почки растет две хвоинки, а у кедра целых пять. Длинные, мягкие, так и хочется к ним прикоснуться. А вот знаменитые шишки с душистыми орешками у этих кедров не возревают. Роща еще довольно молодая. Зато можно увидеть пришельцев из Сибири своими глазами. Для тех, кто интересуется экотуризмом, такое знакомство очень интересно. А чтобы люди могли больше узнать о необычных деревьях, сотрудники заповедника Пасвик создали информационные стенды. Мы очень долго над ними работали и думали, что сделать такого, чтобы это привлекало, как информацию подать, чтобы это было интересно почитать. Вот сегодня в кедровнике стенды у нас посвящены, как различить кедры, сосну и ель. То есть, посетитель, дойдя до этой точки конечной, идя обратно, он уже будет видеть, так, а вот и кедры, а вот и ель, а вот и сосна. То есть, это прекрасно. По этой тропе можно гулять, собирать грибы. Здесь часто видят животных и птиц. Маршрут идет через лес около километра к берегу реки Шуйни-Йоке. Идти по тропе одно удовольствие. А в самом ее конце у воды зона отдыха – награда гостям за проделанный путь. Все оборудовано с любовью и большой заботой о природе. Зону отдыха у реки в кедровнике создали, на самом деле, очень приятную. Можно и за столом посидеть, и костер развести, шашлык пожарить. А если очень устал развалиться, вот в таком вот удобном гамаке насладиться журчанием воды и красотой заполярного леса. Природные материалы идеально подчеркивают красоту окружающего леса. И все они пропитаны специальным составом, способным противостоять огню. Но главное – это возможность отдохнуть, расслабиться, услышать тихое журчение реки и отдаленный голос водопада. Современное, органичное и стильное место для отдыха – это и есть главная цель создателей. Целое лето мы над этим трудились, сложили всю душу, чтобы местным жителям и гостям нашего округа было приятно сюда приходить и проводить здесь время. Ну и поскольку я слышу отзывы уже от местных жителей после открытия водопада, это действительно так. То есть люди действительно довольны, и это очень радует нас. Важно, чтобы сюда приходили семьи с детьми, знакомили малышей с удивительной природой, учили бережно к ней относиться. Любовь к родному краю воспитывается с детства. Мы тоже попросили людей, вместе с которыми отправились на экскурсию, поделиться впечатлениями, рассказать, что для них значит это место и этот маршрут. Мы здесь уже много отдыхали, и с семьей, и с друзьями. Я работала в школе, с детьми в поход приходили сюда. Эти мероприятия изумительные. Для маленького поселка это очень многое значит. Они и в познавательном отношении, и в культурном отношении. Я вот очень, например, довольна. Я в Кедровнике бываю не первый раз. Я вижу, какие изменения здесь, что стало гораздо чище. Николь все равно преображается, парковые зоны. И я очень рада, что жители поселка и те, кто приехал, активно просто включились. Одни подают идею, другие ее поддерживают. Создавать и воплощать идеи, способные принести людям радость, сейчас очень важно. Ведь именно в пандемию стало ясно, насколько необходимы современные локации для природного туризма. Это направление становится все более популярным, и природа севера глубоко впечатляет гостей. А создание туристических троп в Печенском районе собираются продолжить. Ведь есть еще так много красивейших мест, которые хочется сделать по-настоящему притягательными.